Иван-чай часто применяют в качестве альтернативы индийскому. К нему растет интерес, и бизнес по производству иван-чая снова становится привлекательным. Многолетняя трава имеет длинное соцветие, узкий лист и широкое корневище. Вырастает она до полутора метров. Размножается корневищами и многочисленными семенами. Цветки иван-чая – отличные медоносы, и его выращивание можно совместить с пасекой. У иван-чая прекрасный вкус и аромат. Он сочетается с душицы, ромашкой и мятой. Имеет лечебные свойства. Растение содержит витамины и микроэлементы. В нем нет кофеина. Чайный напиток успокаивает и тонизирует. Помогает при головных болях. Сырье можно собирать самостоятельно в дикой природе или закупать для последующей сушки и ферментации. Листья собирают в процессе цветения утром при отсутствии росы. Проследить технологию сбора сложно, поэтому бизнес-план может включать самостоятельную посадку, выращивание, сбор и ферментацию. Это станет гарантией высокого качества сырья и снижение расходов на закупку. Технология производства такого чая не отличается от технологии обычного чайного листа. Листья перебирают, моют, высушивают, заваливают и скручивают. При домашнем производстве скручивание осуществляется вручную. При промышленных объемах применяют мясорубку. Ответственный этап – ферментация. От него зависит вкус, сорт и лечебные свойства. Затем чай сушится и фасуется. При больших объемах необходимо нанимать сборщиков за 12 долларов в день. Автоматизированное оборудование должны обслуживать операторы. Из оборудования потребуется купажный барабан, роллер для чая, сушильная печь, упаковочное оборудование. Технологическая линия в зависимости от уровня автоматизации обойдется от 12 до 30 тысяч долларов. Иван-чай реализуется по цене от 12 до 20 долларов за килограмм. Это на 50% больше себестоимости. Рентабельность бизнеса составляет до 100%. Окупаемость – один год. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok